МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА А вторая тренировка вечером, это групповое занятие с Татьяной Юрьевной по латино-американской программе. У меня пять уроков в школе, и я с последнего урока должен всегда уходить и бежать домой, чтобы потом взять портфель быстро и побежать на танцы. От школы своей до тренировки еду 15 минут. Я понимаю, что, например, я вот вышел в 3.30, и чтобы побольше позаниматься, чтобы больше поразбирать, как это делать. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА У мальчиков, которые танцуют, каждое занятие начинается с общей физической подготовки. Это упражнение на прокачку всех групп мышц. Пресс я делаю 20 раз по 3 подхода, отжимания тоже 20 раз по 3 подхода, и приседания по 25 раз по 3 подхода. Самое любимое – это пресс. Я могу сделать за минуту 51 раз. Дисциплина в танцевальном спорте, как и в любом другом, спартанская. Нежинки в зале надолго не задерживаются. Шесть и семь. Затылок не кладем на пол. Восемь. Несмотря на серьезную физическую нагрузку, отдачь в танцы мальчика решаются далеко не все родители. Особенно часто этому противятся папы. Но посмотрев, как именно тренируется ребенок, многие меняют свое мнение. Сначала мой папа был против, потом он как-то сказал, занимайся, все будет хорошо. Мама только поддерживает, что занимаюсь танцами. Папа тоже нет. Он хорошо воспринимает и оплачивает все тренировки. Папа вообще даже не поменял лицо. Типа, почему ты на танцы ходишь, а почему не ты? Пошел мне на пол. Он у меня вообще сам хирург. Рядомшиком там, пешком можно пройти. Ярослав Белоноженко заведующий катарактального отделения микрохирургии глаза. Хирург-офтальмолог. Он потомственный врач. В профессии уже 15 лет. У меня на самом деле отец давно еще такой, он, наверное, может и не помнит, но мне лет, наверное, было так 18, наверное, или, может, даже 15. Он какой-то телевизор показывал, еще старенький телевизор этот. Там в парах танцевал, и он говорит, Слава, смотри, блин, великолепно живут люди с женой, ездят по всему миру, танцуют. И как бы в этом живут. Ни на работу не ходят, ни проблем у них там никаких нет. Я-то понимаю, что это взгляд от поверхности. Сейчас-то вот я по тренировкам и по всему остальному, это я понимаю, что это тоже труд. Несмотря на ответственную работу, постоянное обучение, поездки на научные конференции за границу, Ярослав много времени проводит со своими детьми. Их у него трое. Слава Богу, после работы, большинство времени, конечно, дома, с семьей, то есть, на самом деле, троих их надо еще домой собрать. Кого-то со школы, Ивана с тренировки, с садика, все, график висит дома. То есть, когда многодетная семья, там сильно не разбежишься, где что. Иваном мы занимаемся, туда-сюда его надо возить на тренировки. Слава Богу, когда мы ездим, путешествуем по соревнованиям, там, конечно, полноценно мы с ним проводим целый день практически. Рано вставать приходилось поначалу, были с утра соревнования, и мы ездили вдвоем. Надо было его разбудить, покормить, привести в чувство, там прическу сделать, и может, чтобы он выглядел хорошо. Поэтому так завелось, что на соревнованиях с сыном ездил в основном 99% я. Мы искали, конечно, сначала что-то, я такое по типу самбо детского пошел искать. И вот, как говорится, случайно после пяти часов после работы мы туда поехали, а тренер, который набирает эту маленькую группу, уже все, закончил работать. Ну и там самбо 90, вот соседний этот, там рядышком, говорит, да зайдите в спортивные танцы. Ну и смотрю, там парни действительно там, когда делают, нагрузка на все группы мышц идет, на этом самое большое, наверное, преимущество. Так подумал, травматизма там немного будет. Вот то, что мне нравится, например, в танцах и вообще в спортивных видах, это все-таки там воспитывается упорство. То есть они знакомятся с реальной жизнью. Здесь есть и победы, и поражения, к этому надо относиться, научиться. Это же искусство, по большому счету. Искусство танцев, там, не знаю, в футболе тоже, в хоккее искусство, там, искусство микрохирургии. Максим Елфимов родился и вырос в Казахстане. На свою первую тренировку пришел в 6 лет. Привели меня на танцы девочки, которые говорили, нам нужны партнеры. Давай приходи. И я такой, ну окей, давайте посмотрим, что это такое. Максим Елфимов и Евгения Чурикова, воспитанники танцевального клуба «Мозаика», входят в топ-50 лучших танцовщиков мира. Они мастера спорта международного класса, вице-чемпионы России, финалисты чемпионата мира по латиноамериканскому секвею. Сейчас пара живет в Москве, а в Хабаровск приезжает навестить родных и провести мастер-классы. А в этот раз еще и отметить день рождения Жени. За 5 лет мы в этом году первый раз отметили Жени на день рождения. Да, это правда. До этого все 4 года были в Китае, работали, танцевали шоу, турниры. И все время Жени на день рождения попадал в Китай. У нас не получалось вообще никак его отметить. В этом году пара отмечает юбилей, пятилетие профессиональных и личных отношений. 5 лет назад Максим ради Жени из Москвы переехал в Хабаровск. Здесь ребята тренировались год, затем уехали жить и работать в столицу. У нас был очень напряженный график, у нас практически 3 месяца не было ни одного выходного дня. У нас просто было очень много сборов. Мы ездили на сборы, работали на сборы, на которых мы участвовали, посетили два грандслэма за это лето. Я считаю, что бальные танцы достаточно очень грамотный вид спорта для именно развития отношений. Все равно мы, как ни крути, в жизни стремимся к развитию отношений. Девочки с мальчиками, мальчики с девочками. И всегда все стремятся найти свою половинку, дабы создать семью, дабы был дом и так далее, развивать эту семью. И вот бальные танцы – это тот вид спорта, где ты можешь с легкостью научиться строить отношения со второй половинкой. Даже если она в будущем не будет тебе супругой или женой, то есть ты уже по-другому начинаешь относиться к женскому полу. И бальные танцы, они способствуют твоему развитию внутреннему и проявлению именно мужских качеств по отношению к девушкам. И я считаю, что именно вот за этим, даже если у тебя никогда не будет крутого результата, или ты не сможешь даже круто танцевать в плане того, что, ну, всяко-разно бывает ситуация, но ты однозначно научишься тому, как ты должен относиться к девушкам, как ты должен воспринимать женский пол, как ты можешь себя проявлять как мужчину в обществе, ну, именно девушек. Взаимоотношения мальчиков и девочек в танцевальном коллективе такие же, как и в любом другом. Они не только дружат, но и ссорятся. Могут даже подраться. В зале, конечно, хулиганили. Да, конечно, хулиганили. Да так хулиганили, что нас разнимали, мне кажется. Мы могли и в зале хулиганить, а потом могли ехать все вместе, всем клубом, не знаю, в автобусе. И мальчики подавали нам галант на руку при выходе. С детства прививали мальчикам то, что вот обязательно нужно подать ручку, там, девочка несет сумку, там, помочь ей, да, там, чтобы чемодан, там, она не тащила огромный чемодан. Мы же очень много ездим, постоянно в поездках. И вот Максим не позволяет мне вообще поднимать чемоданы. В подростковом возрасте некоторые мальчики-танцоры переживают кризис. После многих лет тренировок они решают перестать заниматься. Или из-за новых увлечений, или из-за мнения других людей. Приходя домой, все равно, где-то в школе, где-то им говорили, что там, типа, что ты занимаешься танцами, ну, вот это вот клеймо, типа, танцы, это женское занятие и так далее. Конечно, на них идет определенное давление со школы. И в этот момент очень важно, когда родитель замечает это и делает вовремя звоночек, грубо говоря, о том, что вот такая ситуация была. Мы, конечно, стараемся подхватывать сразу же эту ситуацию, ну, и начинать разговаривать. Ну, с ребенком, да, он начинает открываться, но очень не смело, конечно же, все равно дети, они не будут полностью открываться. Но когда они открываются, ну, все встает на свои места, все по полочкам раскладывается. Я даже знаю, что многие пары, мальчики, мальчики в основном, да, которые там ушли там из этого спорта, да, они очень сильно жалеют. Вот я знаю, они уже выросли сейчас, там, это были там наши ученики, там, и, ну, наши общие ученики, они выросли сейчас, они уже приходят очень высокими, и они там могут писать и говорить о том, что я очень жалею, что я бросил танцы. Говори. Лиз, ты в танцах. А я беру Артема. Артем, ты в танцах. Спасибо. Артем Желудков и Елизавета Скляр – воспитанники танцевального клуба из Благовещенска. Ребята прошли отбор в одно из самых популярных телевизионных шоу страны. Заявку на участие втайне от всех отправила мама Артема. Пройдя заочный тур, ребята отправились на кастинг в Москву. В Москве это все проходило, мы все снимали, там проходили с генеральными директорами, скажем так, всякие правила, что там нельзя нарушать, разглашения всякие. Показали свой номер, нам его одобрили, потом вот началось все само выступление. Мы от выступали, нам сказали, да, вы в танцах. В ноябре пара снова отправится в Москву принять участие в очередном этапе проекта. Что касается Артема, сейчас его родители гордятся сыном, но несколько лет назад один из них был против танцев. Сначала папа сопротивлялся, потому что, ой, зачем ему танцы, давайте на какую-нибудь борьбу, бокс. Я сказала, нет, хочу на танцы. Хабаровск пара приехала на мастер-класс Евгении Чуриковой и Максиму Елфимову. Вместе с ними потренироваться у чемпионов приехала еще одна пара из Благовещенского танцевального клуба. Вид спорта этот можно считать мужественным, но борьба это... Я не очень хочу получать по лицу или обжиматься с мужчинами, но футбол, ну, 11 человек бегают за мячиком, ну, как-то неинтересно. Ну, а тут мужчина с женщиной, то есть это, ну, это естественно. Наш вид спорта, он такой интересный вид спорта. С одной стороны он вроде как культура, с другой стороны вроде как спорт, но требующий очень большого внимания, физического напряжения и хорошей математической логики, можно так сказать. Да, и в результате, вот, как бы провели такой мониторинг, получилось, что приходит, например, записываться 20 мальчиков и приходит записываться 50 девочек. Остается через год 15 мальчиков и 10 девочек. Почему? Потому что девочкам становится трудно. Им трудно заниматься физически, им трудно заниматься, как бы, много думать. Вот. А мальчишки, наоборот, еще больше прирастают. Они понимают, что этот вид спорта, он более мужской, чем женский. Нужно много соображать, нужно много делать и много напрягаться. И они больше остаются, чем девчонки. Я занимаюсь танцами для того, чтобы... Чтобы я был гибкий, чтобы у меня, ну, немного в фантазии было что-то такое. Когда ты мальчик и приходишь танцевать, ну, тебя... Ну, ты можешь сначала подниматься один, а потом тебя поставят в пару. И в паре ты учишься взаимодействуя с партнершей и общаться с ней. Ну, я хочу стать чемпионом и дальше продолжать танцевать и быть тренером, учить, ну, следующее поколение. Танцевальный клуб «Мозаика» под руководством Юрия и Татьяны Корневых приглашает взрослых и детей от 4 лет в школу танцев. Телефон 722-111. Танцевальный клуб «Мозаика» под руководством Юрия и Татьяны Корректор А.Егорова Танцевальный клуб «Мозаика» под руководством Юрия и Татьяна Корректор А.Егорова Танцевальный клуб «Мозаика» под руководством Юрия и Татьяна Корректор А.Егорова Продолжение следует...